У меня сегодня ранний вейс. Едем на экскурсию. Место называется Дальян. Интригующая вообще тема. Я даже не знаю, что меня ждет сегодня. Первая остановка на пути, куда мы едем, это, скажем так, ресторанчик, где привозят вас завтракать. То есть, естественно, так как я проснулась в 6, вообще такое, я сегодня практически ночь не спала, я поспала всего опять 2 часа. С ребятами познакомились, и тусили, по сути, до утра. Барта работает вообще до утра. С прибалтами познакомились, с ребятами из Шатуры, и вот тусили. Естественно, а вставать мне в 5 утра. Выезд был в 6.30, и получается, я не завтракала. Вот это первый завтрак мой. Но здесь так. Завтрак включен. То есть, туристов, которых везут путешествовать, скажем так, на экскурсии, завозят сюда позавтракать. Вот. И совершенно элементарные какие-то там помидоры, огурец, масло, вареница и хлебушек, и кофе, пожалуйста. Это включено. А уже если вы хотите что-то более серьезное, то за дополнительную плату. Ну, мне это не интересно, потому что вот сама путевка, скажем так, вот этот экскурсионный тур, я вам позже напишу. Если какие-то будут вопросы по ценам, пишите в комментариях, я вам отвечу. Ну, а мне приятного аппетита. Пьем кофе с хлебушком и едем дальше. Вот. Смотрите, какое место. То есть, здесь можно что-нибудь себе прикупить. Ну, по ценам непонятно, потому что это только вот я буквально вам показываю. Но я думаю, что я запишусь на шопинг. Ну, заедем в магазин, посмотрим, что здесь есть. Вот. Потому что время уже 8.30, народа много, я вообще не пойму. Все едут на эту реку ловить голубых крабов. Вот здесь вот ресторанчик. Вот. Но из-за того, что много народа, конечно же, очереди. То есть, в принципе, двигается все быстро, но очереди. Элементарный завтрак. Сейчас я вам покажу. Небольшая очередь. И можно вот что-то приготовить. Вот это вот сколько-то стоит, какой-то суммы денег. Hello. С приправами. Ну, в принципе, вот. А, вот это вот обычный завтрак, который включен, кроме омлета. Добрый день всем. Вас приветствуем из Турции. Сегодня с нами на экскурсии гид. Мой персональный гид. Как вас зовут? Меня зовут Уйгар. Всем привет. Вот внизу расположен очень красивый залив. Залив Гек-Ова. То есть, вот этот залив, особенно для серфистов, очень идеальное место, потому что к ветеру тут очень сильные ветра. И ветер дует со стороны моря. Именно поэтому тут, конечно, серфингом занимаются. Особенно винсуэфингом занимаются. И рядом с заливом расположен один поселок. Поселок Акерка. Вот. Тут показываем уже. Вот. Сейчас, сейчас, сейчас. Вот это вот, ребятки. Вот. И там снимают в поселке очень хорошие турецкие сериалы. Если хотите, можете, конечно, посмотреть. Точное название сериала сейчас не помню. Но если вы напишите в публике Акерка, обязательно найдете и сериал. Райский Упалак, конечно. Вообще, очень красивые виды. Невероятная красота. А здесь поля. Так, вот здесь, вот смотрите. Вот это вот, все вот территория. Это поля. И за этими горами еще расположен наш красивый прорс Мармарис. То есть мы уже неподалеку от Мармариса находимся. А вот это море какое? Эгейское? Море Эгейское. Эгейское. Вот Эгейское. Мы сегодня с вами поедем по сторонам Анталии, и у нас будет на Дальяне Средиземное море уже. Ну, тут чисто Эгейское уже. Здорово. Так, сейчас немножечко можно смотреть, что они подают? Да? Так. Еще здесь для туристов мед, турецкий мед, горный. Турецкий горный мед. Есть... Сосновый мед. А, это что такое? Это... А, это сок гранатовый? Наверное... Это... Концентрат. Концентрат. То есть... А, это... Нашарап. Нашарап. Нашарап тоже вот предлагают. Сосновые бутылки, какими бутылками нашарап продают. Сосновые же они переготавливают для наших туристов. Ну, здесь, конечно... То есть, все эти натуральные продукты наши туристы тут, на самом деле, могут приобрести местные жители. А, что такое белое? Вот это вот. Их продукты тут предлагают. Что такое белое? Это... Что это? Это напоминает ваш... Это не какой-то мазь, нет? Или это еда? Это еда. Это... Чамса козы называется? Сахар, что ли, какой-то? Нет. Это специфический вкус у этого. Он напоминает варенье, на самом деле. Коже, очень вкусно. Очень приятно пахнет. Чуть-чуть-чуть. Попробуйте. Тихо-тихо-тихо. Это очень вкусно, на самом деле. Как вам? Ну, это... Ну, сладость. Дает, конечно, очень специфический вкус. Ну, очень сладко. Надо добавить, например, когда вы делаете молочные сладости, чуть-чуть можно добавить. Только так. А в чистом виде, на самом деле, не кушают. Ну, понятно. Ну, интересно. Интересно. В любом случае, вот что-то можно здесь купить себе на память. Так, а цена на мед? Цена на мед, сейчас скажем. Ну, это большие, конечно. Банки это очень тяжело. Я думала, и чуть меньше есть. Ну, вот, типа вот такой вот. Такие. Такие. А это большие получаются. Уфак, шеи в армии? Нет, уфак. Только у них литровые банки. Ну, я поняла. Да, литровые, она тяжелая по весу будет. А это что, мед или нет? Это что? Сейчас посмотрим. Это... У сосны есть плоды. А, шишки. Шишки. Я поняла, варенье и шишки. Да, это я знаю, это у нас есть. Так, хорошо. Окей. А вот это, это мед вот это вот или варенье? Это... Где мед, а где варенье? Это тоже варенье, на самом деле. Варенье, розовое, на самом деле. Розовое, вишневое. А, вишневое, боже мой. Так, ладно. Окей, хорошо. Ой, тут еще клубника. А сколько клубника стоит? Просто вот для наших сказать. Турецкая клубника. Мне интересно, на когда лжа? Челейн. Тридцать лир. Тридцать лир? Ну, где-то два доллара. Да, это круто. А тут сразу же вот чай. Угощаю. Клубнику можно попробовать. После красивого вида продолжаем движение дальше. Хочу сказать, что мы едем на том же Мерседесе с тем же водителем, который встречал меня в аэропорту. Так. Уши закладывает. Сейчас мы по горам, по долам. Ну, виды, конечно, здесь потрясающе красивые. Вот, сейчас мы по серпантину спускаемся вниз. С турецкой музыкой. Как мне нравится турецкая музыка. Это просто колоритная история сегодняшнего дня. Итак, мы уже практически на месте. Итого получается общее время поездки с маленькими остановками. Сейчас у нас 10, 10-10 ангельское время. Прямо как раз-таки вот в мой день ангельское совпадение. Представляете, на какой я волнуюсь сегодня, в каком настроении. Виды потрясающие. Пока вот мы едем. Это так красиво здесь. Я не устаю удивляться. Просто удивляюсь. Каждый поворот это невероятная красота. Природная красота. Мы приехали на место назначения. Сейчас подбирают для меня лодку. И мы с вами путешествуем по реке. Вот наша лодка. Номер нашей лодки 146. Заходите, пожалуйста. Вот так. Вау. Thank you. Вот эта лодка. С этого места до пляжа из Кузу кататься будем примерно 5 километров. 5 километров, да? Прогубка наша длится примерно 50 минут. По дороге сначала я вам покажу литийские наскальные грабницы. То есть их называют литийскими, потому что мы сейчас находимся на территории древнего региона Литии. Мы выехали из древнего региона Карии, то есть из нашего Бодрума, и переехали в древний регион Литию. Именно поэтому тут увидите литийские наскальные грабницы. То есть в четвертый век нашей эры река Даламан поменяла ее русло после землетрясения. И большая часть античного города Калмуса таким же образом осталась под рекой. То есть под рекой сейчас находится утонувший город. Ну, ребята, это не описать словами. Плавный ход. У нас есть свой капитан. У нас есть свой капитан. Вся лодка в нашем распоряжении. Вы только посмотрите, как это здорово. Персональный гид. Боже мой, это просто я счастлива. Вот. Я просто в полном счастье нахожусь. Так, сейчас на нос. Сказали, ноги не свешивать, но я плавать не умею. Так, ну, аккуратненько так, осторожненько. И какие тут виды открываются. Потрясающая красота. Так, куча лодочек. Сейчас переключаю камеру. Смотрите, ребята, сейчас сразу вам покажу. Вот преимущество того, что индивидуальная целая лодка в моем распоряжении, видите. И не индивидуальная, это когда вот так вас много в одной лодке. Ну, что же. Поехали. Поехали, поехали, поехали. В любой момент тут можете посветить черепашек. А, да, сам смысл поездки посмотреть на местных черепашек. То есть, ну, наверное, морские черепашки. Коррета-карета тут обитаются. А почему карета-карета? Название такое. Такое название. Такое название. Реальное название. Реальное название. Коррета-карета. Они, на самом деле, обитаются в середине моря, но тут они размножаются. То есть, они тут крабом обитаются. С апреля до конца мая они тут откладывают их яйца на пляже Истудовки. Как интересно. Так, ну что же. Едем? То есть, река, где река Дальян впадает в море, там уже расположен красивый пляж. Самый Кашаный пляж Истудовки. Это есть пляж Истудовки. Эти черепашки там откладывают их яйца. Коррета. И справа от нас расположены красивые ванны. То есть, на Дальян люди переезжают еще в лечебных веселах. Продолжение следует... Продолжение следует...